Здравствуйте друзья, еще один обзор посвященный источникам питания. Сегодня мы рассмотрим Powerbank с функцией источника бесперебойного питания, емкость которого зависит от установленных в него аккумуляторов. Тут используются одни из самых распространенных литий-ион элементов 18650, которых необходимо 12 штук. Герой обзора имеет три разных выхода, которые можно использовать одновременно, причем с разными напряжениями. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что это именно Powerbank. Функция бесперебойника тут имеет определенное ограничение, про которое я расскажу далее в обзоре. В описании я оставлю несколько ссылок на свои видео, в которых показаны именно бесперебойники, которые могут работать в режиме 24 на 7. Традиционно, перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства Powerbank на 12 аккумуляторов 18650 и регулировкой напряжения 12-24 вольта. Модель B, есть еще модель A, о различиях я скажу далее. Входное напряжение 12-24 вольта. Количество выходов 3. USB с поддержкой Quick Charge 5 вольт до 3 ампер, 9 вольт до 2 ампер и 12 вольт до 1,5 ампер. Регулируемый DC выход 12-24 вольта, мощность до 60 ватт. Нерегулируемый DC с прямым подключением к аккумуляторам. Размер 18,6 на 12,4 на 2,7 сантиметра. Приехал герой обзора в простой картонной коробке без каких-либо опознавательных знаков. От момента заказа до получения в Киеве прошло 22 дня, достаточно оперативно. Вот как выглядит содержимое. Внутри достаточно пустого места, набор переходников болтается по коробке, но приехало все в целости и сохранности. В комплекте поставки Powerbank, кабель с разъемами 5,5 на 2,5 мм с одной стороны и 5,5 на 2,1 с другой, комплект переходников. Аккумулятора в комплекте нет, об этом вы должны позаботиться заранее самостоятельно. Переходников в комплекте было 11 штук, один из которых предназначен для подключения к проводам напрямую, а 10 это разные форматы DC разъемов, для подключения например к ноутбукам. К слову говоря, для ноутбука я его и покупал. На фронтальной части героя обзора находятся разъемы для подключения нагрузок, тут их напомню три. Слева USB, затем разъем с регулировкой напряжения, который отображается на индикаторе вольтметра по центру, и справа разъем, который подключен напрямую к аккумуляторам. Тут же находится выключатель. На задней стороне находится разъем для подключения блока питания для зарядки аккумулятора напряжением от 12 до 24 вольт. Тут же сделано несколько отверстий для вентиляции, хотя забегая вперед скажу, что устройство почти не греется. Две верхние крышки снимаются, для этого их нужно раздвинуть в стороны. Практически все внутреннее пространство занимают отсеки для установки аккумуляторов. Это входная часть, куда подключается внешний источник питания для зарядки. Это выходная часть с разъемами для нагрузок. В центре за индикатором виден подстроечный резистор, которым можно менять напряжение на регулируемом выходе. Обратная сторона. Все собрано аккуратно, следов низм этого флюса я не обнаружил. В целом впечатление от сборки позитивное. Теперь поговорим о разнице между моделями А и Б. В модели А аккумуляторы соединены по схеме 4С-3П, где 4С это количество аккумуляторов, соединенных последовательно, а 3П параллельно. Напомню, что у сборки последовательно соединенных аккумуляторов напряжение равно сумме всех элементов. В данном случае, при условии, что на полностью заряженном аккумуляторе 4,2 В, получается 16,8 В, а при параллельном соединении суммируется емкость. В модели Б схема 3С-4П. Тут 3 последовательно соединенных блока по 4 аккумулятора. Соответственно, напряжение на ней при полном заряде 12,6 В. На что это влияет? Модель А имеет меньший диапазон регулировки выходных напряжений от 16 до 24 В, но большую выходную мощность за счет того, что напряжение на сборке выше, заявлено 90 Вт. А модель Б имеет более широкий диапазон регулировки от 12 до 24 В, но меньшую максимальную мощность до 60 Вт. Соответственно, для нормальной зарядки аккумуляторов, блок питания для А должен выдавать не менее 16,8 В для B12,6. Из стандартных рекомендую варианты на 19 или 24 В. При тестировании я использовал этот блок на 15 В мощностью до 37,5 Вт. Чуть дальше я покажу, сколько расходуется на пауэрбанк. Общая емкость зависит от аккумуляторов, которые вы туда установите. Я заказывал их в местном магазине, ссылку тоже оставлю в описании. Это аккумуляторы с разборки, но полностью рабочие. Я подобрал для установки максимально близкие по емкости, которую проверял на разряде током в 1 А. Емкость обязательно проверять именно на разряде. Важно, сколько аккумулятор может отдать энергии, а не сколько в него можно залить. У меня было чуть больше аккумуляторов, чем нужно, и это дало возможность выбора. В среднем емкость каждого из них равна 3000 мАч. При расчете на напряжение 3,7 В это 11,1 Вт-часа. То есть общая внутренняя емкость всей батареи из 12 аккумуляторов 133 Вт-часа при токе разряда в 1 А. Чем больше ток, тем меньше аккумулятор может отдать энергии. Устанавливаю все аккумуляторы в пауэрбанк. Держится хорошо. Пружины обеспечивают надежный контакт. Я использую аккумуляторы с плоским плюсовым контактом. Включаю устройство, напряжение которое выставлено по умолчанию 12,4 Вольта. Проверим диапазон напряжения, которое тут можно установить. Для этого понадобится плоская отвертка. При заявленных 24, мне удалось накрутить аж 27,9 Вольта. То есть DC-DC бустер тут с запасом. Теперь крутим в обратную сторону. Минимальное напряжение, которое мне удалось получить 12 Вольт. При включении активируется Вольтметр DC выхода. Под верхней крышкой три синих светодиода показывают уровень заряда. Подключаю блок питания, загорается еще один синий диод, индикатор полного заряда. Выключаем, все кроме него тухнет. Когда заряд в процессе, виден красный диод. USB порт на холостом ходу показывает напряжение 5,17 Вольта. Порт прямого подключения к аккумуляторам. Без нагрузки батарея отдает 12,39 Вольта. Регулируемый порт, я выставил на нем 19,2 Вольта. Без нагрузки фактическое напряжение 19,6 Вольта. Сейчас подключена нагрузка и блок питания. Отключаем, все продолжает работать без перерыва. Включаю обратно, перебоев в работе нет, это функция UPS. Переключателем можно выключить только USB и регулируемый порт. Разъем напрямую подключенный к аккумуляторам, работает всегда. А сейчас расскажу о ограничениях использования героя обзора в качестве UPS. Это потребление ноутбука в стандартном рабочем режиме при полностью заряженном аккумуляторе 33 Вт. По моим наблюдениям, оно почти никогда не превышает 40-45 Вт. Растет оно, причем в разы, при разряженном аккумуляторе, так как часть энергии расходуется на него. В этом случае оно может превышать и 100 Вт. Поэтому при использовании героя обзора в качестве Powerbank, его следует подключать сразу, не дожидаясь разряда аккумулятора ноутбука. Но тут я хочу сказать немного о другом. Я подключил Powerbank к ноутбуку, он воспринял его так же как родной блок питания, а к Powerbank в свою очередь блок питания ноутбука. Мощность снизилась до 13 Вт, и не потому что ноутбук стал меньше потреблять, а потому что Powerbank больше не может принять. То есть даже с подключенным блоком питания, он будет разряжать аккумуляторы и через время выключится. Как UPS он может использоваться только для маломощных нагрузок и то не очень длительно. Также по этому значению можно спрогнозировать время зарядки с такими аккумуляторами порядка 10-11 часов. Теперь проверим мощность портов. На USB в режиме 5 Вольт заявленное 3 Ампера отдает почти без просадки по напряжению. Режим 9 Вольт, тут тоже все в порядке, 2 Ампера 18 Ватт держит честно. Напомню, что существуют специальные кабели с встроенными Quick Charge триггерами, которые заставляют переключаться порт на нужное напряжение и питать устройства отличными от стандартных 5 Вольт напряжениями. А вот в режиме 12 Вольт все не важно, до заявленных 1,5 Ампера не дотянул. Просадка в почти пол Вольта при мощности чуть более 10 Ватт. Не знаю с чем это связано, просто констатация факта. Проверим выходную мощность регулируемого разъема при напряжении 19 Вольт. Потихоньку поднимаю ток нагрузки. Просадка ниже 19 Вольт начинается от 1,5 Ампера. Заявленная максимальная мощность в 60 Ватт. Напряжение просело, но не критично, можно использовать например с ноутбуками. Разряжать я буду фиксированным током в 2 Ампера при напряжении в 19 Вольт. Отключаю блок питания. Включаю нагрузку. На ее индикаторе поочередно отображается напряжение на входе, Ампер часы, что позволит определить время теста и отданная энергия в Ватт часа. Узнав сколько сможет отдать пауэрбанк с учетом известной внутренней емкости аккумулятора в 133 Ватт часа при токе в 1 Ампер, можно будет посчитать его КПД, так как часть энергии будет потрачена на преобразование напряжения. Третий индикатор заряда немного потускнел, 1 Ампер час говорит о том, что с момента начала тестирования прошло полчаса. За это время отдано около 20 Ватт часов энергии, напряжение держится на том же уровне, что и с начала. Особого нагрева я не заметил, замер примерно через час показал около 30 градусов Цельсия и до конца теста я не заметил, чтобы что-то изменилось. Остался один индикатор заряда, 3.5 Ампер часа, значит что тест длится более полутора часов, за это время отдано более 65 Ватт часов энергии, напряжение осталось на уровне. Последний индикатор продолжает гореть, при этом значение в 5.85 Ампер часа говорит о том, что тест идет уже почти 3 часа, за это время отдано более 110 Ватт часов энергии, напряжение держится на том же уровне. Светодиоды индикатора заряда отключаются явно неравномерно, о реальном уровне сделать вывод будет сложно. Пауэрбанк отключился. 6 Ампер часов говорит о том, что тест шел ровно 3 часа. Всего было отдано почти 114 Ватт часов, то есть КПД почти 86%, это хороший результат. Среднее напряжение 18.9 Вольта, тоже хорошо. Сразу после полного разряда, подключив блок питания, использовать пауэрбанк нельзя, напряжение на порту около 10 Вольт вместо 19, где-то через полчаса оно выравнивается. Это еще один довод в копилку того, что это пауэрбанк, а не УПС. Мне где-то встречалась информация о том, что есть еще модель С, которая как раз и является бесперебойником, но в продаже я ее не находил. В целом устройство интересное, к плюсам стоит отнести сменные аккумуляторы, неплохую мощность, достаточную даже для работы ноутбуков, регулировку выходного напряжения, небольшой нагрев и набор различных переходников в комплекте. Но стоит понимать, что это не УПС, а пауэрбанк. Что касается минусов, из того что я обнаружил это, несоответствие заявленной мощности USB порта в режиме 12 Вольт, небольшая мощность на входе, что приводит к разряду аккумуляторов при подключенной нагрузке и блоке питания, а также долгому заряду, низкое напряжение при подключенном блоке питания после полного разряда аккумуляторов. Для моей задачи продление срока работы ноутбука при условии подключения к еще заряженному аккумулятору, он подходит, даже с учетом длительного времени заряда. Для своих задач делайте выводы сами. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на этот пауэрбанк, вы также найдете мой телеграм канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok